Ну что, до тех пор, пока научное сообщество не будет создано, пока не будут предприняты усилия по созданию некоторой плотной среды, которая будет выталкивать из себя то, что наука не является, мы будем иметь разрозненных ученых, которые в одиночку не смогут сопротивляться ни тем или иным действием по размыванию стандартов науки как таковых, ни некоторой такой инструментализации истории в угоду актуальным, не важно политическим, экономическим, каким угодно иным интересам. Нужен субъект, активный субъект, который будет контролировать представители общества, в данном случае сообщества исторического, эти процессы. Не единственный субъект таких обществ может быть много, в то же время данное не планирует ограничиваться какими-то конкретными рамками, ни тематическими, ни идеологическими. Речь идет о профессиональном цензе, при том речь идет, насколько я понимаю, не только об исследователях, но и преподавателях, посвятителях, работниках архивов, музеев, библиотек, тех, кто так или иначе с историей работает, кто имеет достаточно четкие критерии, профессиональные критерии работы, кто готов эти критерии держать в некотором широком обществе. Без формирования подобного рода структур, надеяться на то, что эти критерии сохранятся, собственно, бессмысленно, поскольку сил, которые будут размывать, без критерии всегда хватает. И в ситуации, когда заказ на историческую политику, заказ на то, чтобы признавать учеными тех, кто учеными, не является достаточно велик, это все выглядит своевременным или даже немного запоздавшим, потому что, конечно, все это должно было бы делаться еще 10 лет назад, 20 лет назад. Собственно, попытки такие были, но, видимо, тогда еще просто не совсем назрело понимание проблемности ситуации. Как будет дальше эта структура взаимодействовать с другими общественными организациями, с госорганами, как она будет работать со СМИ, каким она будет организована, некоторая просветительская работа, это посмотрим, и не просто посмотрим, но постараемся в этом так или иначе поучаствовать.